привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наш сегодняшний ролик будет посвящен таким понятиям как емкость и потенциал и начнем мы его с такого мысленного опыта вот здесь у меня на столе стоят два металлических тела на подставках и представьте себе что одно из них заряжено а второе пока что нет впрочем это не сильно важно а потом я беру и замыкаю эти два тела через провод и заряженного тела часть заряда перетекает на то которое было не заряжено ну и теперь у меня тот же самый заряд распределился по двум телам причем поскольку тела разные наверное и заряды разные и хотя я еще не могу сказать как измеряется электрическая емкость но само понятие емкости я уже могу начать водить сказав ну где заряд больше там в этой ситуации и емкость больше и это похоже на то как вода уравнялась по уровням сообщающихся сосудах и в более общем виде пусть имеется несколько металлических или вообще проводящих тел соединенных общей проводящей шиной тогда при нанесении на них электрического заряда он каким-то образом равновесно распределиться по всем этим телам и будем считать еще что эти тела находятся достаточно далеко друг от друга чтобы их взаимное влияние через индукцию было слабым и тогда мы можем сказать что распределение заряда по этим телам определяется их им костями так что заряды пропорциональны этим им костям и во сколько раз различаются емкости любых друг тел во столько же раз различаются и их заряды и конечно уже здесь можно было бы принять емкость какого-нибудь тела ну например металлического шара радиусом один метр за единицу емкости а все остальные емкости выражать через нее но пока что в этом мало проку потому что бы пока что не знаем как соотносится между собой емкости но даже простейших тел простейших шаров они относятся как радиусы или как квадраты радиусов то есть площади или как кубы радиусов то есть как объемы а не знаем этого потому что мы пока что еще не отвечали на вопрос а что собственно говоря уравнивается когда мы два заряженных тела соединяем вот так проводником но в сообщающихся сосудах уравнивались их уровне ну или можно сказать уравнивались давление на двух концах трубки эти сосуды соединяющие что здесь является уровнем или таким давлением и чтобы ответить на этот вопрос надо ввести понятие электрического потенциала и для того чтобы двигаться дальше мне нужно ввести представление о пробном заряде и я сделаю это так представим себе для примера что этот большой шар уже заряжен положительно и что вот этот маленький шарик на палочке тоже заряжен положительно и заряд на нем такой небольшой что я могу предебречь эффектами электростатической индукции когда я подношу этот шарик большому шару заряда на большом шаре его чувствуют очень слабо и не перераспределяются по поверхности но конечно при этом маленький то шарик чувствует силу действующую на него со стороны зарядов находящимся на большом шаре и вот когда я перемещаю маленький шарик из одной точки в пространство в другую я совершаю работу положительную либо отрицательную но поскольку маленький шарик отталкивается от большого шара то когда я его подношу к большому шару совершаемая работа положительно а когда его отношу противоположную сторону совершаемая мной работа отрицательно а теперь несколько идей которые я изложу конспективно и вот идея первая пусть пространстве имеются какие-то заряженные тела и мы обносим пробный заряд по замкнутой траектории при этом совершенная за весь цикл механическая работа будет равна нулю и это можно представить себе так что мы на каких-то участках траектории поднимались на горку а на каких-то спускались с горки и в итоге оказались на том же самом уровне с которого стартовали отсюда сразу же следует вторая идея разобьем замкнутую траекторию на две части если работа на одной из них равна а то на второй части она будет равна минус а чтобы их сумма была равна нулю а теперь обратим направление движения на второй части и тогда работа на ней тоже будет равна а как и на первой части поэтому при перемещении пробного заряда из одной точки пространства в другую работа не зависит от той траектории по которой произошло это перемещение а теперь надо сделать следующий шаг и сказать наш пробный заряд он и сам может быть больше или меньше и тогда работа по перенесению его из одной точки пространства в другую будет во столько же раз больше или меньше а поэтому естественно рассматривать отношение этой работы к величине пробного заряда а поделить на q системе си работа измеряется в джоулях заряд в кулонах соответствующая величина которое мы сейчас вели будет измеряться в джоулях на кулон но у этой величины есть специальное название один вольт вольты именно здесь и появляются теперь я возвращаюсь к нашей картинке где пробный заряд q перемещается из точки 1 в точку 2 и при этом совершается работа а и говорю что отношение совершенной работы к величине пробного заряда называется разностью потенциалов между точкой 2 и . 1 почему мы говорим здесь про разность потенциалов потому что потенциал а ведь здесь шла речь про работу да это по сути дела потенциальная энергия приходящаяся на единицу заряда а потенциальную энергию как мы помним и об этом у нас есть специальный ролик можно отсчитывать от любого уровня ну как было в механике можем за нулевой уровень отчета принять уровень стала можем взять его выше можем наоборот ниже от пола отсчитывать или от земли это не важно важно то что от какого бы начального уровня мы не вели отсчет разность двух уровней при этом останется одной и той же и с потенциалами в электростатике дела обстоят в точности таким же образом и теперь руководствуясь этими идеями мы можем найти потенциал заряженной сферы и емкость этой сферы для этого нам нужно выбрать нулевой уровень потенциала и в физике обычно его выбирают достаточно далеко от заряженного тела математик бы сказал на бесконечности и так пусть металлическая сфера несет на себе зарядку большое и на расстоянии от ее центра находится пробный зарядку малая по закону кулона на пробный заряд действует сила к ку большое ку малая поделить на р квадрате теперь надо рассмотреть работу внешней силы которую приходится совершить чтобы переместить пробный заряд в точку где он сейчас находится с бесконечного расстояния или что то же самое работу которую совершит кулоновская сила перемещая заряд из этой точки на бесконечность эта работа равна интегралу от кулоновской силы в пределах от р до бесконечности как у большой ку малая выносится за знак интеграла и надо взять в этих пределах интеграл единица на р квадрат по д р а он равен единица на р потенциал в точке где находится пробный заряд это работа отнесенная к величине пробного заряда и он равен как у большое поделить на р а чтобы найти потенциал самой заряженной сферы надо вместо р малая подставить в знаменатель радиус сферы р большое и он равен как у большое поделить на р большое потенциал заряженной сфер мы посчитали а теперь мы посчитаем емкость сферы и для этого вернемся к нашим первоначальным идеям касательно емкости вот здесь имеются два тела как они уже стояли и они оба подсоединены к источнику и я повышаю напряжение на источнике ну или что то же самое повышаю потенциал этих тел и чем больше здесь напряжение чем больше вольты тем больше заряд на каждом из этих тел но заряды на телах разные где емкость больше там и заряд больше и поэтому естественно ввести такое определение емкости заряд полученный телом под данным потенциалом пропорционален емкости этого тела заряд равен произведению емкости на напряжение и вот я уже стал говорить напряжение вместо потенциал для нас это по сути дела синонимы разбираться в тонкостях слова употребления я не хочу смотрим дальше на эту формулу видим что емкость отсюда можно выразить как заряд поделенный на напряжение единица заряда в системе си это кулон единица напряжения в вольт ну соответственно емкость измеряется в кулонах на вольт и у этой единицы есть свое название фарад она названа так в честь майкла фарадея и теперь мы возвращаемся к нашей формуле для потенциала заряженные сферы и отсюда находим емкость сферы надо поделить зарядку на потенциал у и мы получаем радиус сферы r поделенный на коэффициент к емкость пропорционально радиусу сферы ну а в продвинутом варианте мы вместо единицы на к пишем 4 пи эпсилон нулевое р эта формула для емкости сферы и пожалуй я перепишу эту формулу в следующем виде емкость сферы выраженная фарадах равна 1,11 на 10 минус 10 и умножить на радиус этой сферы в метрах ну конкретно вот этой сферы радиус составляет 6 сантиметров и поэтому ее емкость равна 6,6 на 10 минус 12 фарады то есть 6,6 пика фарады но возьмем какую-нибудь сферу побольше размером земной шар тогда ее радиус будет составлять 6,4 на 10 в 6 метра подставляем в эту формулу и получаем что емкость проводящей сферы размером земной шар составляет всего 700 микрофарад и теперь по формуле q равняется c у зная емкость этого шара я буду знать и заряд до которого он заряжается от источников 30 киловольт этот заряд равен 2 на 10 минус 8 кулона но вообще-то интереснее вопрос какая энергия сейчас на этом шаре запасена а это будет тема одного из будущих роликов а Субтитры подогнал «Симон»